Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас с вами Клаб Сэндвичи, и это второе видео за день. Первое не удалось, такое у меня, наверное, бывает раз в полгода, что я отсняла материал, и он мне не понравился, я просто взяла его и удалила. Точнее, скинула на компьютер, просто у меня на компьютере, потому что прям ужасное видео получилось. Там креветки были с лапшой, ну да ладно. Ммм, пробанем. Рецепт на Клаб Сэндвич я вам оставлю в инфобоксе, переходите, готовьте, посмотрите, какой он сочный, вкусный. На улице сегодня прям льет, как из ведра. Здесь куриная грудка, здесь яичница, помидорки, огурчики. Ммм, просто обалдеть, как вкусно. Я поставила опросник в инстаграме. Как-то криво или мне кажется. В общем, кто хочет участвовать в Мукбанг с подписчицей, чтобы они отписались, написали на пиар-страницу. Куча просто людей написала, спасибо вам огромное, спасибо всем, кто написал. Отвечал Оригинал. Просто писали очень много детей, например, 10-11 лет. Конечно же, я хотела постарше. Мы выбрали девочку. Она учится в музыкальной школе, как я поняла. На первом курсе универа. Похудела, по-моему, на 13 килограмм. В общем, очень интересный человек и красивая девочка. Я сама, к сожалению, не выбирала, но я доверилась Регине, я знаю, что она выберет нормальный вариант. Много детей писала, поэтому некоторые мы вообще не ответили. Там было 98 запросов, прикиньте. Но это очень приятно. Просто каждый раз повторяется, то Айсель, то Жали, то Фатя. Я решила сделать какое-то разнообразие. Наверное, буквально пару дней я сниму для вас видео. Написала мне девочка, что она подобрала сестру Твикса. Так вот, если ты меня сейчас смотришь, отправь, пожалуйста, мне в инстаграм фотографии или на пиар аккаунт. Мне реально очень интересно посмотреть на сестру. Как она себя чувствует, как она проживает. Как-никак мы теперь родственники. И давайте поотвечаю на вопросы. Одна из моих подписчиков написала огромный комментарий. Который лайкнула 67 человек. Она пишет. Айка, почему ты не делаешь гива вэи, как делают другие блогеры? Раньше даже делала. На самом деле, раньше я покупала косметику. Иногда даже свои старые какие-то вещи раздавала девчонкам. В общем, я выставляла историю. И кто первый ответит на историю и скажет, хочу, не знаю, подари мне. Вот. Той девочке я и отдавала все это. Но однажды у меня был такой случай. Мы уже выбрали девочку. Там с ней поговорили и так далее. Я пошла ей отдавать. Это как раз-таки была косметика. Не совсем косметика. Это гель для душа был. Он такой больше уходовый. И получается, мы договорились с девочкой встретиться. Я ей должна была передать. Я прихожу в назначенное время, в назначенное место. Никак не могу до нее дозвониться. Пишу, звоню. От нее ни слуха, ни духа. Проходит минут, наверное, 15. Она мне перезванивает с другого номера. Сказала, что у нее зарядка села на телефоне. Она не может приехать. Не смогла меня предупредить. Вот. Звонит мне сейчас с телефона прохожего. Я сказала, окей, давай как-то в другой день. Во второй раз. Она уже сама назначила поблизости моего дома. То есть, можно сказать, одну остановку на метро мне проехать недалеко. А в первый раз я вообще ехала в другой конец города. Час потратила туда, час обратно. Потому что она училась в городе. Но ей было удобно там. Во второй раз я уже накрасилась. Выхожу из дома. Она мне пишет, что у нее сегодня опять не получается. Так что не выходи. Я была уже в подъезде. Вернулась обратно. Думаю, ну, всякое бывает. В третий раз она назначает время, место. Я соглашаюсь. Окей. Вот в третий раз она мне где-то за два дня сказала, что у нее не получается. И давай как-то в другой раз ты мне передашь. Мне лично, если бы кто-то что-то подарил, тем более блогер, которого я смотрю, мне бы было приятно. Мне как-то, с одной стороны, знаете, настолько обидно стало, что я уже третий раз иду, не знаю, еще что-то. А по факту ничего. Человек даже меня увидеть не хочет. Все откладывает, откладывает. И в конце она мне сказала, что отдай какой-то другой подписчице, мне оно не надо. И тогда я поняла, что если разыгрывать, то разыгрывать что-то стоящее. Наверное, если бы это был последний айфон, она бы сразу приехала бы и забрала бы его. Наверное, это не настолько стоящий подарок, ради которого стоит ехать через весь город. Но я как бы не устраивала, я не набирала спонсоров. То есть для того, чтобы выиграть, вам не надо было ни на кого подписываться. Просто вы первые отвечаете на историю. Как только история выложила, кто первый ответит на историю, тот и получал приз. После этого я поняла, что это немного не мое. Еще был случай, я вам рассказывала. Второй раз одно и то же рассказывать не буду, а то вы жалуетесь, что я одно и то же по сто раз рассказываю. Ну, поймите, если я одну историю рассказываю два-три раза, это значит, что историю я не придумываю. Вы поверьте мне, если человек придумывал бы историю, он бы не повторял то же самое два раза. Я просто реально не помню, я что рассказывала, что нет. В общем... Другой случай был, когда не со зла, но просто мой номер раздавали своим знакомым. Вроде бы они меня не доставали, но стабильно, не знаю, два раза в неделю. Мне на WhatsApp писали человек, наверное, пять. Вы поймите, я же вас не знаю. Я не знаю ваш характер. Возможно, если мы с вами познакомились вы при других обстоятельствах, возможно, мы бы даже подружились. Но когда незнакомый человек постоянно тебе пишет, это немного раздражает, если честно. Например, Жали. Она была просто моей зрительницей. Познакомившись с ней, я поняла, насколько мы одинаковые люди, насколько мы родственные души. Я элементарно ей рассказываю какую-то вещь. Я, наверное, тоже так же считаю. Во многих вещах мы с ней мыслим одинаково. И вот если смотреть со стороны, она просто была моей подписчицей. А насколько родного человека я себе нашла? Возможно, ты человек, который сейчас смотрит это видео. Если бы мы с тобой познакомились, например, в каких-то других обстоятельствах, может быть, мы бы подружились бы. Но когда тебе навязывают это общение, это немного неправильно. Это отталкивает. Значительно отталкивает. О чем я хотела, кстати, вам рассказать? Я офигела. Кто-то смотрел видео. Последнее видео Навального. Я просто... Офигела. Если вы не смотрели, обязательно зайдите. Посмотрите его предпоследнее видео. И последнее. Его хотели отравить. И кто это мог сделать? Господи, я в шоке была просто. Мне как будто... Просто взяли кипяток, ведро. И мне просто сверху вот так вот налили. Я поняла, что в каких-то вещах я очень наивная. Посмотрела пару его видео. Была шокирована. Офигела. Села снимать для вас мукбанг. Кстати, еще. Что касается моей кожи. Я сегодня встала. Я просто офигела. Офигела от своей кожи. Не то, что просто прыщи проходят. У меня сужаются поры. У меня становится однотонный цвет лица. У меня никогда в жизни такой кожи не было. Дело не только в прыщах. Когда вы фотошопите себя, делаете кожу такую, знаете, размытую, как часто блогеры делают, вот тот же эффект появляется после питья вот этих вот таблеток. Питья, наверное, неправильно, да? После приема этих таблеток. Да, у меня куча, просто куча побочек. Это опять уведомление Sunlight. У меня просто Sunlight ассоциируется ликвидация товара. Распродажи. Распродажи. Сначала я повелась на их распродажи. Купила себе сережки. Сейчас я думаю, блин, столько распродажи. Я просто делю цену изделия на граммы. И получается, что грамм не так уж и дешево. Они продают. То есть особо вот это вот распродажи, в это верить, ерунда полнейшая. В общем, состояние кожи улучшилось в миллион раз просто. Я очень боюсь, что произойдет рецидив. Как правильно он называется? И все вернется в двухкрасном объеме. Я этого очень сильно боюсь. Надеюсь, что это не произойдет. Потому что мечты сбываются. У меня куча просто побочек. Сейчас просто лицо не настолько опухло, как было изначально. Я принимаю специальные препараты, чтобы лицо не опухало. Но у меня, извиняюсь, конечно, кто кушает, у меня очень сильно кровоточат десны. У меня сухость кожи. У меня вот здесь вот так вот чешется очень сильно. Вот. Это, конечно, все из-за этого препарата. И его применяют только под присмотром врача. Нельзя просто взять и начать пить этот препарат. То есть, послушав меня. Но он помогает всем. Я голову не мою два дня. Представляете? Два дня не мою голову. Обычно я утром помыла голову. Чем-то занимаюсь. Под вечером мне уже опять надо мыть голову. Я последний раз позавчера, по-моему, или позавчера мыла голову. Я не припудриваю лицом. Потому что оно сухое. У каждого человека есть своя аккумулятивная доза этого препарата. Все зависит от степени окна и от вашего веса. Это не шутки. Это необычные какие-то витаминчики. Но, блин, обычно эти витаминчики, хорошие препараты, нифига не помогают. Ничего не меняется, понимаете? Я обследовалась. У меня ничего не выявляли. Никаких проблем. Откуда прыщи, непонятно. У меня сейчас на лбу нету тонального абсолютно. Посмотрите, какая идеальная кожа. Как же вкусно. Я всегда говорю и скажу сегодня тоже. Мне кажется, самая главная гармония с собой. Я подписана в инстаграме на девушку. Она очень полная. Снимает макияж и при этом любит себя. Я считаю, что если человек любит себя даже с прыщами, даже с лишним весом, это офигенно. Но если у человека на почве этого всего появляется депрессия, он не видит смысла жизни и все дела, то срочно нужно что-то делать. Я каждый день утром просыпалась, смотрела на свое лицо и понимала, что мне не нравится. Мне вот не нравятся эти прыщи. Я не хочу так жить. Дай бог я избавлюсь. От этой проблемой и буду смотреть эти видео, где я говорю про все это и угорать просто. Сегодня я просто пролистала свой канал, начала смотреть мои старые влоги. Господи, какой стыд и позор это все. Мне настолько было стыдно смотреть видео мои старые. Господи. Я приняла решение, что я их вскрою. Хотя бы самые позорные. Влюет, как из ведра. Снега нет, а вот слякоть, пожалуйста. В общем, мои хорошие, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Возможно, для вас это мелочь. Для меня будет безумно приятно. Помогите мне добить 180 тысяч. Я вас все очень сильно люблю. С вами была Эка Эмили. Пока.